В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Этот город самый лучший, самый чистый город на земле. Массовую весеннюю уборку Бреста сегодня провели горожане. Трудились все вместе. Специалисты горисполкома и администрации, общественных объединений и депутатского корпуса, ЖКХ и медицинские работники. Люди, которые любят родной город. Мониторинг соблюдения закона об охране труда провели представители республиканских профсоюзов. В числе объектов для проверки оказались 16 предприятий различных сфер и отраслей народно-хозяйственного комплекса. На большинстве предприятий благоприятные условия труда создают не на словах, а на деле. Давай поговорим. В мире этот слоган стал лейтмотивом Дня здоровья, тема которого – оказание помощи людям, переживающим депрессию. Болезнь называют одной из проблем 21 века. Более 50 интересных конкурсов, праздников, открытых диалогов, мастер-классов. Студенты-пушкинцы провели традиционный молодежный фестиваль «Студенческая весна-2017». Да здравствует фестиваль 2018! Об этом и не только прямо сейчас. Продолжение хорошей традиции областного центра проведения общегородского субботника собралось сегодня на различных площадках Бреста сотни горожан. Представители вертикали власти, предприятий и организаций, депутатов, молодежь, людей неравнодушных, тех, кто понимает, что удобство и комфорт для жизни можно и нужно создавать собственными руками. Большинство из нас наводит порядок в собственных домах и квартирах, на приусадебных участках и подворьях в преддверии большого праздника – Пасхи. Город над Богом, как наш общий дом, также должен быть к нему готов. Свой посильный вклад в наведение порядка на земле и внесли сегодня горожане. Подробности в первом материале выпуска. Сотрудники горосполкома во главе с председателем Александром Рогачуком работали на продолжении улицы Луцкой от Волгоградской до Суворова. Силы были направлены, как к слову, на большинстве объектов субботника на дорожную инфраструктуру. Уже через два года здесь будет кипеть жизнь нового микрорайона. Дорога примет на себя большую нагрузку, в том числе частично разгрузив трафик на параллельных магистралях. В этом году мы делаем большой акцент на подготовку дорог, большой акцент на асфальтирование. И вот настоящий объект, в котором сейчас мы находимся, это очень серьезный объект, который в корне изменит структуру дорожного движения этой части города Бреста. По сути дела, улица Луцкая от Суворова до Волгоградской заберет себе большой трафик даже с Московской и с Октябрьской революции. Поэтому здесь два строительных объекта. Это Кольцо. Я хочу заметить, что тоже очень дорогой серьезный инфраструктурный объект. И сама здесь, сама дорога современная с большими парковочными местами. Через два года здесь будет уже полноценный микрорайон. И мы, городская власть, очень рады, что имеем отношение к благоустройству вот этого района, который символизирует развитие нашего города. Города, который успешно, динамично движется к своему тысячелетию. К слову, подготовка к тысячелетию буквально несколько дней назад вошла в новую стадию. Сегодня можно говорить о том, что стройки, запланированные к юбилею города, обрели конкретные формы. Планируем в этом году быстренько провести проектирование всех объектов и приступить уже к серьезным объектам, таким как Коблинский путепровод, таким как строительство садика, школы, набережная активно строится. Поэтому очень важно в этом году много наработать, чтобы в 2018 году уже почистить, чтобы в 2019 году красиво провести благоустройство и подготовиться к самому тысячелетию. Основной акцент городского бюджета в плане благоустройства в этом году будет направлен на сплошное асфальтирование. Улица Московская, улица Красногвардейская уже закончена, улица Сикорского. Мы готовим уже альтернативные варианты дорожного движения с учетом тех трудностей, которые будут при пересечении Коблинского путепровода. Потому что, скорее всего, там будет ходить только лишь общественный транспорт. Поэтому важно подготовить трафик личного транспорта через Сикорского на Пушкинскую и по набережной Скорины, вот сюда, в район улицы Спокойной и ЦНТ. Поэтому там тоже будет сплошное асфальтирование. Трудились на закрепленных территориях и две районные администрации Бреста. Ленинская наводила порядок на площадке напротив ТЭЦ. К делу подошли основательно и с боевым настроем. Не мешал ни ветер, не накрапывавший с раннего утра дождь. Накануне субботника провели совещание, определили всем организациям, учреждениям в нашем районе, где нужно работать. И, по сути, охватили, будем говорить так, территорию всего Ленинского района. От Березовки, Дубровки до Центра. Ну, допустим, часть администрации Ленинского района работает вот здесь, вот, значит, центра Цельсия, недалеко возле ТЭЦ. Разравнивать здесь наша задача благоустроить и сделать газон. Другая часть нашей администрации, сотрудников и учреждений города работает на Дубровке, в парке Дубрава и в лесопосадке, недалеко от завода бытовой химии. Активно включилась в процессы молодежь областного центра. Порядка 500 человек трудились в этот день на различных объектах города. Молодежь Бреста, конечно же, активно принимает участие в этом общегородском субботнике. Здесь, на сквере Дружбы народов, который был основан в 1985 году, молодежь занимается благоустройством территории. Помимо данного объекта, значит, у нас ребята работают и на территории Тришинского некрополя, и на территории, в принципе, всего города Бреста. Молодежь Бреста, волонтеры движения Доброе сердце трудятся на территории острова Госпитальный, на территории строящегося молодежного патриотического центра Брестской крепости. Не совсем стандартный вклад в общее дело внес Брестский завод бытовой химии. Весенняя работа на природе сопряжена с определенным риском. Клещи проснулись и ищут себе жертв. Чтобы работы по благоустройству не стали причиной обращения к врачу, сотрудники предприятия раздали участникам субботника репелленты. Завод бытовой химии хочет преподнести в качестве подарка участникам субботника наше универсальное репеллентное средство – лосьон-спрей АТАС, который защитит их не только от мошек, комаров, но также и от клещей. Сотрудники Московской администрации по уже сложившейся традиции порядок наводили в парке воинов-интернационалистов. Прекрасная зона отдыха, такой островок леса в центре города. Поэтому после зимы мы убираем весь мусор, высохшие деревья, срезаем, убираем. Поэтому, чтобы было приятно, красиво отдыхать нашим гражданам, уже здесь сейчас гуляют мамы с колясками и радуются нашему труду. Работы по наведению порядка на земле – неоднодневная акция. Старт весенней уборки был дан еще 15 марта. К процессу подключились все предприятия и организации областного центра. Благоустройство проводилось и до Большого общегородского субботника, продолжится и после. Город над Богом всегда славился чистотой и порядком. Трудолюбивые горожане, вероятнее всего, не позволят этому измениться. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Инициативу проведения субботника в городе над Богом поддержали и многочисленные объединения и организации. Все утро в областном центре проходила масштабная уборка. В центре внимания активистов оказались ведущие социальные и культурные объекты Бреста, спортивные площадки, прилегающие территории предприятий и организаций. Наша съемочная группа заглянула еще на несколько трудовых участков и узнала, как проходит весенняя уборка. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. В рамках месячника по благоустройству традиционно к большому движению субботников приобщаются различные организации объединения города. Профсоюзный комитет также не остался в стороне от такого важного дела. Территория, закрепленная за объединением, площадка у комплекса погибшим в немецком лагере «Ревир». Несколько лет назад именно Брестская областная профсоюзная организация стала инициатором открытия здесь памятного монумента, рассказывающего трагическую историю. Историю судеб тысяч военнопленных, убитых и замученных в немецком лагере, располагавшемся неподалеку. Поработать и навести порядок в субботний день здесь, значит отдать дань памяти тем, кто вступил в неравный бой с врагом в первые дни Великой Отечественной войны. Всему, обществу белорусскому, нужна Великая Беларусь. А для этого надо трудиться. Для этого надо не разъединять, не выступать против, а объединяться и делать дело. В это субботнее утро на карте рабочих маршрутов более двух десятков точек, расположенных в разных частях областного центра. Одна из них в районе улицы Брестских дивизий. Здесь свой посильный вклад в дело наведение порядка на земле, внесли сотрудники регионального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сегодня на территории северного городка, так называемом стадионе, специалист областного центра, почти 100 человек, это половина наших сотрудников, принимают участие в наведении порядка на этой территории. Вместе с врачами и профсоюзными активистами сегодня в городе трудились депутаты, а также инициативная молодежь. Они наводили порядок на Тришинском кладбище. Некрополе с большой историей. Архив под открытым небом хранит информацию об известных личностях различных эпох. От начальника штаба Брест-Литовской крепости Брофельдаты до судеб украинского поэта Андрея Староженко и белорусского автора Миколы Засима. Кстати, в план сохранения и развития Некрополя уже внесены определенные предложения, которые позволят сделать это место интересным для туристов. Мы даже вот на сессии городского совета приняли концепцию по развитию Тришинского кладбища. Она в развитии, в работе и мы надеемся, что к тысячелетию города Бреста и Тришинское кладбище как историческое место, как исторический памятник нашего города, он тоже приобретет какие-то новые формы, очертания. Я надеюсь, что сегодня все поставленные задачи по уборке Тришинского кладбища, наведения здесь порядка, ну мы как бы выполним, сделаем. А это историческое место заслуживает в городе того, чтобы ему постоянно уделяли внимание. Знаменитая народная мудрость гласит, где есть настоящий хозяин, там и порядок. Не раз Брест фигурировал в республиканских рейтингах, как один из самых красивых и чистых городов Беларуси. Все потому, что к своему труду и к труду тех, кто наводит порядок на проспектах и улицах областного центра, брещане относятся с уважением и пониманием. А во время месячника по благоустройству они и сами не прочь поработать топором и лопатой. Однако важно помнить, порядок сохранится только там, где не мусорят. Вы смотрите итоговый выпуск на канале Бук ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Соблюдению законодательства об охране трудовой деятельности был посвящен мониторинг Центральной рейдовой группы Технической инспекции Труда Федерации профсоюзов Беларуси. Состоялся он на текущей неделе в городе Надбугом. Специалисты посетили 16 организаций областного центра Брещины, в их числе и унитарное предприятие «Гефест Кварц». Подробности в материале Анастасии Стропко. «Гефест Кварц» – предприятие 17-летней истории. За этот период компания успела пройти процесс восстановления и укрепления. Подтверждение – сухие цифры. В начале пути здесь работала одна линия и 40 человек. Сегодня линии 3, работников более 200. Продукция ценится и имеет высокую конкурентоспособность благодаря качеству, срокам производства и его технике. Небольшой пример. Почти все стекло здесь проходит процедуру закалки, что повышает его прочность в 8 раз. Наше предприятие выпускает стекло для плит. Все, что в плитах «Гефест», это вся наша продукция. 90% приблизительно нашей продукции идет для нужд головного завода «Брестгазоаппарат» и дочернего предприятия «Гефесттехника». Частично поставляем стекло для белорусских потребителей. И также в будущем планируется расширить наш экспорт на страны Европы и России. Определенные подвижки в вопросе экспорта уже есть. В настоящее время ведутся переговоры. А пока суть до дела. Здесь укрепляют свою материально-техническую базу, обновляя список оборудования и производственные площади, что, безусловно, отражается и на условиях труда, которыми, к слову, работники предприятия вполне довольны. Мы обеспечены всем необходимым. Безиновые перчатки, беруши, наушники, специальные перчатки из хлопковымажной ткани. Поэтому для охраны труда у нас есть все необходимое и работать нам комфортно, удобно. Высокая оценка была дана и представителями рейдовой группы. Специалисты ознакомились с процессом производства и пообщались с трудовым коллективом. Я остался очень удовлетворен культурой производства, условий труда для работающих, заботой представителей-нанимателей о том, что нужно еще улучшать условия труда. Беседую с людьми, мне было приятно слышать, что они ценят то, что для них создаются действительно наиболее комфортно в данной ситуации условия труда. «Гефест Кварц» – не единственная организация, которую посетили представители профсоюза. В числе объектов для проверки оказались предприятия различных сфер и отраслей народно-хозяйственного комплекса. Итоги большой работы подвели в ходе семинара совещания. На мероприятия пригласили руководителей предприятий и их заместителей. Как было отмечено, серьезных нарушений не выявлено. На большинстве объектов благоприятные условия труда создают не на словах, а на деле. Нам были представлены все возможности для работы. Мы посещали любые цеха, мы смотрели бытовые условия. Для работы были созданы и представлены все условия, за что всем огромное спасибо. Сегодня подводим итог. Я думаю, что каждый член нашей Рейдайвы группы доложит по своим предприятиям, как государственным и частной формой собственности, о выявленных нарушениях и тех подходах, которые нужно предпринять для их устранения. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Налоговая служба Беларуси активно развивает электронные сервисы. Это объективно и закономерно, поскольку жизнь в современном обществе неразрывно связана с информационными технологиями. Компьютеры, интернет, различные гаджеты стремительно вошли в нашу жизнь. Уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в области государственного управления свидетельствует об уровне развития страны в целом. Налоговая служба Республики Беларусь начала предоставлять электронные сервисы в 2009 году с внедрением системы электронного декларирования. С тех пор спектр электронных услуг значительно расширился и стал доступен не только субъектам хозяйствования, но и физическим лицам. О плюсах системы, а также о развитии сервисов для налогоплательщиков расскажет Лариса Осмолович. Классику Вяземскому с его и жить торопится и чувствует, спешит современные скорости и не снились. Сказал бы ему кто-нибудь, что новость, скажем, во Францию может добраться за пару секунд, а если бы ему потребовалось за два часа выдать на гора энное количество тысяч знаков, знал ли он вообще слова «дедлайн» и «цейтнот» – движение вперед возможности современного человека, поистине велики. С помощью интернета можно за час накопать столько информации, что понадобилось бы не один день сидеть в читальных залах. Информационная технология – волшебное словосочетание. Сегодня мы говорим о том, что успешность и конкурентоспособность в профессиональной сфере и бизнесе во многом зависят от способности эффективно использовать информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций. В ногу со временем шагают специалисты налоговых структур, широко используя в своей работе возможности электронных сервисов. Сегодня личные встречи с налоговым инспектором можно заменить на виртуальное общение. Для решения большинства вопросов налогоплательщику достаточно будет посетить специальный налоговый портал в интернете, на котором множество интересной информации и функции, например, личный кабинет. В личном кабинете плательщика физического лица в любое время можно просмотреть информацию о выставленных плательщику налогах, распечатать извещения по налогу на недвижимость, земельному налогу, уплатить дальние платежи посредством интернет-банкинга. Например, на сайте налоговом электронных счет-фактур ватгоубай в разделе «Мониторинг сделок» возможно просмотреть статистику выставленных на портал электронных счет-фактур. В фильтре задается учетный номер плательщика, период выставленных электронных счет-фактур, и данный список возможно для работы сформировать в последующем, по видимости, экселевского файла. Уже понятно, что функций и информации на портале достаточно много, но многие бухгалтеры, многие индивидуальные предприниматели еще не оценили по достоинству все вышеперечисленное, желая работать оперативно, но не зная, как это сделать. Рядовая ситуация для инспекторов налоговой службы. Я бухгалтер ООО. Хочу получить сведения о начисленных и уплаченных суммах налога за 2016 год. Подскажите, как я более оперативно могу это сделать? Для получения информации из налоговых органов вы можете воспользоваться личным кабинетом по адресу portal.nalog.gov.by, запросив интересующую вас информацию, а именно подав заявку о выписке из лицевых счетов, реестре платежей и сведений о недоимках и переплатах по налогам и пеням. Какие еще документы, помимо названных, я могу получить через личный кабинет? Вы можете без труда подать налоговые декларации, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом и подать заявление о зачете либо возврате излишнеуплаченных взысканных сумм налогов сбора в пошли. Есть и ряд других вопросов, которые часто возникают у налогоплательщиков. Могу ли я быть уверена в том, что сведения, которыми я обмениваюсь с инспекцией, не станут доступны третьим лицам? Данные, которыми вы обмениваетесь налоговыми органами, передаются по безопасному шифрованному соединению и, следовательно, не могут быть доступны посторонним лицам. Подведем итог. Максимально комфортные условия и оперативная информация для плательщиков. Что важно? Строгая конфиденциальность. Итак, вместо адреса налоговой инспекции запоминайте адрес в интернете portal.nalog.gov.by Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. День здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В этом году тема даты – помощь людям, переживающим депрессию. По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого недуга страдает более 300 миллионов человек. Болезнь является основной причиной инвалидности. А большинство суицидов – результат тяжелой формы депрессии. Масштабы ее глобальны. Во всем мире, в том числе и в нашем городе, день прошел под лозунгом «Давай поговорим». Впасть в нее легко, выйти в разы сложнее, говорит 32-летняя героиня нашего сюжета Мария. Упадок духа, меланхолия, хандра – для нее слова знакомые, но, к счастью, оставленные в прошлом. Девушке было всего 22, когда она уже поняла, каково это – спать без сна, питаться воздухом, беспрерывно тосковать, видеть мир в сером цвете и постоянно думать, что это конец. Жизнь превратилась в злую мачеху, работа в каторгу, а некогда любимые друзья оказались предателями. Как результат – страшный диагноз – затяжная депрессия. Срывы – больница. Была как в аду, врагу не пожелаешь, говорит девушка. Предпосылки – это свойства личности, можно сказать, характер, как относится человек к себе, к окружающему миру с детства. Я не знаю, я уперлась в это детство, я его очень хорошо помню, я себя хорошо сознавала. И случился стресс, сильный стресс. Ну, мне сложно говорить, ну, как бы насилие над личностью, можно так сказать. Вот, конфликты в семье. Это не шутка, не человеческий каприз, считает Мария. Это эпицентр зла, высасывающий всю энергию. Пройдя не один стационарный курс реабилитации, Маша Акрепла. Сейчас она является членом Брестского клубного дома «Калейдоскоп», где учится жить заново. Здесь лечат не препаратами, а добрым словом и улыбками. И это лучшее лекарство. Клубный дом – это, можно сказать, спасение. Потому что выходит человек, и за один раз это не решается. Это долгий процесс, это надо менять образ жизни, образ мыслей. И вот я уже год хожу в клубный дом, слава богу, столько событий, и посещали театры, музеи, и что-то делали, и вот совместная деятельность, и как бы вдохнуло, ну, вдохнули жизнь, и появился интерес, настроение улучшилось. Брестский клубный дом, «Калейдоскоп» – место, где царит поддержка. Это пространство доверия, заботы и помощи. Здесь помогают всем, кто попал в непростую жизненную ситуацию, кто лицом к лицу столкнулся с проблемами психологического и психического характера. Кстати, это не единственное место в городе, где могут помочь. Если вы столкнулись с депрессией, ваши близкие, друзья, коллеги, и вы хотите помочь, и не знаете, куда обратиться, то вы можете обратиться в Брестский областной психоневрологический диспансер, в Центр пограничных состояний, и в нашу организацию, Брестский клубный дом «Калейдоскоп». Мы работаем с людьми с особенностями психического развития. Это социальная служба. Мы занимаемся реабилитацией людей, возвращением людей к нормальной жизни в обществе. Специалисты называют депрессию болезнью цивилизации и отмечают ее рост, как в областном центре, так и во всем мире. Современная жизнь наполнена стрессогенными ситуациями, а потому в зоне особого риска подростки, чья психика находится в процессе формирования, а также люди от 20 до 40 лет. Самая распространенная причина игнорирования болезни – закоренелые стереотипы со времен Советского Союза, до сих пор живущие в обществе. «Сейчас чаще люди приходят, особенно молодежь, сами уже, потому что не понимают, что такое, немножко они более информированы, а вот люди более старшего возраста, конечно, чаще приводят родственники, да, потому что менталитет, соответствующий взгляд на это дело, поэтому еще опасаются, как бы, может быть, история, знаете, как накладывать печаток». «По статистике каждый четвертый человек в течение жизни переносит то или иное психическое расстройство. В каждый момент времени, если взять популяцию людей, в любой популяции людей, от 10% населения страдают тем или иным психическим расстройством, от 10%. Поэтому лучше говорить о том, чтобы сохранить наше профессиональное долголетие, функционирование нашей психики, нужно ее беречь и заниматься профилактикой. Наше состояние здоровья на 55% определяется нашим образом жизни. Да, как мы двигаемся, чем мы питаемся, сколько мы работаем, умеем ли мы отдыхать после работы, отключаться психологически, наше межличностное взаимоотношение». Депрессии меньше не станет. Об этом говорят эксперты Всемирной организации здравоохранения. Во всем европейском регионе прогнозируется рост этой патологии. Расстройство может быть ближе, чем вам кажется. Оно относится именно к тем недугам, которые легче предупредить, нежели лечить. Телефон доверия в Бресте – 170, работает круглосуточно и анонимно. Традиционный молодежный фестиваль «Студенческая весна-2017» на протяжении нескольких недель проходил в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина. Более 50 интересных конкурсов, праздников, открытых диалогов, мастер-классов гармонично влились в систему учебных дисциплин, наполнили привычную студенческую жизнь новыми насыщенными красками. О самых ярких моментах праздника молодости и весны Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Теплая пора приходит в Брестский государственный университет имени Пушкина всегда вместе с большой программой культурных и образовательных мероприятий, особой графой среди которых отмечена студенческая весна. Традиции проведения форума молодости и творчества переходят из года в год. Меняется лишь формат. Все реже в аудиториях звучат монотонные доклады и теория. Все чаще появляется ее практическое применение. Международная конференция «Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях» тому подтверждение. Это первая международная конференция, посвященная вопросам помощи личности, пережившей различные кризисные, то есть сложные жизненные ситуации. До этого были, так скажем, небольшие форматы в виде семинаров. Мы увидели, что эта тематика интересна для очень многих организаций, что с этим сталкиваются фактически повсеместно. Во второй раз в рамках студенческой весны в Бресте прошел молодежный парад. Юноши и девушки с нетерпением ожидали этого события, особенно первокурсники. Праздничная атмосфера, дружелюбная атмосфера. Все рады, готовы. На улице весна, тепло. У нас участвует только первый курс. Нам это очень нравится, так как первый раз, все интересно, все здорово, очень нравится то, что все дружные. Колонна во главе с духовым оркестром и представителями администрации университета растянулась на несколько сотен метров. Под звуки музыки юноши и девушки приветствовали жителей и гостей областного центра, а те, в свою очередь, с удовольствием аплодировали большой студенческой семье. Несмотря на то, что подобные мероприятия специалисты университета проводят лишь во второй раз, оно могло найти отклик в сердцах молодых берестейцев. И это ощущалось во всем. В теплых улыбках, в веселых разговорах и, конечно же, горящих глазах. Как настроение, как ощущение, как сегодняшний праздник. Настроение замечательное, эмоции, впечатления. Замечательный праздник. Парад наш, студенчество. Весна, отличное настроение. Кульминацией парада стал праздничный концерт с участием лучших артистов, студентов университета. Проведением такого мероприятия пушкинцы смогли доказать, что они не только инициативные, но и музыкально одаренные. Кто, если не я, если не ты, сделает первый шаг для своей страны? Кто, если не мы, скажет сейчас, мы не хотим войны, мы объявляем мир? Наше студенчество действительно многое делает и для своего профессионального роста. И вместе с тем у них остается время для творческих поисков, решения социально значимых проблем и вместе с тем развития своих творческих качеств. Вот вы видите, что все студенты, которые так замечательно пели, это студенты факультетов, это не профессиональные певцы. Но вместе с тем они обладают и такими способностями творческими. Это, я думаю, тоже им помогает в учебе для получения образования. Традиционно закрытие фестиваля «Студенческая весна» проходит также массово, зрелищно и интересно. Со сцены в адрес участников большого воспитательно-образовательного проекта звучат слова благодарности, пожелания успехов и удачи на непростом, но таком интересном жизненном пути. Каждый из участников студвесны свой первый шаг на нем уже сделал. На мой взгляд, в этом году фестиваль точно удался. Он помог нам раскрыть не только наш потенциал, но и узнать очень много других людей с других факультетов, познакомиться ближе с преподавателями, понять, что они не просто преподаватели, а еще и друзья. Последняя страница летописи фестиваля «Студенческая весна-2017» перевернута. Однако это не означает, что история музыкально-образовательного форума завершилась. Впереди у студентов-пушкинцев новые победы и новые творческие горизонты. Это действительно талантливые молодые люди. Я желаю им всем и творческих открытий, и креативных решений, и не растрачивать себя, а наоборот, как-то все больше приобретать с каждым годом. И я желаю этому фестивалю процветания и долгих-долгих лет жизни, потому что это значимое событие в студенческой жизни, вообще в жизни университета. Ну и как показывает практика и города уже в целом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Влад Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ» и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте buktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 9 апреля большая часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, распространяющейся с Западной Европы. В Бресте воскресный день ожидается облачно с прояснениями без осадков. Ночью и утром туман. Ночью синоптики прогнозируют низкую температуру, не более 2 градусов тепла. Днем станет гораздо теплее, воздух прогреется до 14 градусов. В понедельник, 10 апреля погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7-9, максимальная днем 15 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова